Добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба. Меня зовут Рудов Сергей, я руковожу обучением сотрудников наших магазинов, а также веду этот youtube канал. И это видео это первый урок в курсе зернового самогоноварения нашей академии колба. И в этом уроке мы рассмотрим типы зерновых напитков, а именно что же можно приготовить из зерна и спиртных напитков. Мы будем рассматривать только те напитки, которые делаются исключительно из зерна. А те напитки, которые делаются из зерна и сахара, мы рассматривать не будем. В сообществе самогонщиков есть такое понятие как сектантовка. Это напиток, который приготовлен с помощью диких дрожжей на поверхности пшеницы и сахара. То есть по сути это является сахарным самогоном, ароматизированным пшеницей и с использованием диких дрожжей, которые образовываются на поверхности пшеницы. Зерновым самогоном это назвать нельзя, поэтому, как я уже сказал, общепринято в сообществе самогонщиков называть их сектантами, а их напиток сектантовкой. Итак, зерновые напитки можно классифицировать по стране создания этих напитков. В Шотландии делают шотландские виски, которые делаются с добавлением солода окуренного торфа. В Ирландии делают свой тип виски, он наиболее нейтральный, используется тройная перегонка. В общем, об этом поподробнее мы поговорим чуть позже. А в России есть традиционный русский напиток, это полугар, который с приходом водки стал чуть менее популярен, но последнее время некоторые компании возрождают полугары как движение, как хлебное вино. И сейчас на прилавках наших магазинов, в принципе, можно найти бутылки с названием полугар, при том, что они бывают разные. А в США очень много кукурузы, соответственно, основным напитком в США стал бурбон. В основном в бурбоне используется кукуруза, есть разные типы и виды бурбонов, есть разные кукурузные виски, некоторые называют их. Но сейчас, конечно, в культуру употребления виски в США углубляться мы не будем. Также есть японские зерновые напитки, которые делаются на основе риса. Такие как авамари с острова Окинава, сётью, соджу, а сакэ мы брать не будем, потому что сакэ это все-таки не дистиллят, а сакэ это рисовое вино, которое не перегоняется. Также напитки можно классифицировать по типу преобладающего сырья. Овсяные напитки, ячменные напитки, ржаные, пшеничные, кукурузные, рисовые, гречишные, а также делают напитки даже из бобов и гороха. Также зерновые напитки можно классифицировать по выдержке в бочке, это выдержанное в бочке и не выдержанное в бочке, и по сроку выдержки в бочке. На самом деле рецептов огромное множество, огромное количество по выдержке, по зерну. И лично я стараюсь по большей части опираться на эту классификацию. И если вы задумали готовить зерновой напиток, вы должны обязательно знать все этапы, через которые он пройдет, потому что зная, какой у вас будет напиток, вы будете придерживаться правильного курса, правильно сбраживать этот напиток, правильно перегонять этот напиток, например, при подготовке к бочке. И все, что касается дальнейшего приготовления зерновых напитков, мы с вами обязательно рассмотрим в следующих уроках. После этого урока у нас не будет тестирования, оно будет после следующего урока. Так что ждем следующего видео и переходим на платформу для прохождения теста. Для тех, кто еще не зарегистрировался, обязательно регистрируйтесь. Для тех, кто не подписан на этот YouTube канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, потому что все видео, все видео уроки будут выходить именно здесь, чтобы не пропустить новый. На этом, друзья, урок окончен. До скорых встреч. Пока-пока.